Всем привет! С вами Юлия и мой факультет рукоделия. Предлагаю вашему вниманию вот такой интересный узор. Он очень просто вяжется и подойдет даже для начинающих. Лицевая сторона рисунка выглядит достаточно интересно. Он напоминает немного резинку или переплетение какой-то корзинки. Этот узор можно использовать для вязания шапок, шарфов, снудов, кардиганов, свитеров. В общем, связать можно все, что пожелает ваша душа. Раппорт узора составляет 2 петли в ширину и 8 рядов в высоту. Итак, давайте начинать. Для узора нам понадобится четное количество петель. Набрали их, начинаем вязать. Первый ряд мы провязываем все петли лицевые, кромочную мы снимаем, все остальные петли провязываем лицевыми. Закончился у нас первый ряд. Кромочную провязали, разворачиваем вязание. Второй ряд вяжется по рисунку. Что это значит? Если мы вяжем поворотными рядами, то есть туда-сюда разворачивая работу, значит второй ряд у нас будет провязываться изнаночными петлями. Если нам необходимо вязать по кругу, значит второй ряд будет также лицевым. Кромочную сняли, все остальные петли во втором ряду мы провязываем в данном случае изнаночными петлями. Заканчиваем второй ряд. Кромочную провязывайте так, как вы обычно это делаете. Я ее вяжу всегда лицевой. В третьем ряду мы будем чередовать изнаночные и лицевые. Снимаем кромочную. Начинаем с лицевой. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И так до конца ряда. И заканчиваем ряд. Лицевая, изнаночная и кромочная. Разворачиваем вязание. Следующий ряд вяжется также по рисунку. Там, где мы видим лицевую, провязываем лицевую. Где видим изнаночную, провязываем изнаночную. В конце ряда лицевая, изнаночная, кромочная. Все точно так же. Пятый ряд. Кромочную сняли. Все петли провязали лицевыми. Шестой ряд. По рисунку. В моем случае вязание поворотное. Вяжу изнаночные петли. Кромочная. И поворачиваем вязание. Седьмой ряд у нас похож на третий. Здесь мы также будем чередовать лицевые и изнаночные петли. И если в третьем ряду мы начинали с лицевой петли чередования, то здесь после кромочной мы провяжем изнаночную петлю. И продолжим дальше чередование уже в этом порядке. Изнаночная. Лицевая. Снова изнаночная. Лицевая. И так до конца ряда. Ряд заканчиваем лицевой и кромочной. Восьмой ряд вяжем по рисунку. Там где видим изнаночные, провязываем изнаночные петли. Там где видим лицевые, провязываем лицевые петли. В итоге раппорт узора у нас провязан. Далее идет повторение начиная с первого ряда. Продолжаем вязать дальше. И в итоге у вас получится вот такой вот интересный узор. Смотрите, с изнаночной стороны он, кстати, тоже выглядит достаточно интересно. Так что берите на заметку. Я надеюсь, вы найдете для этого узора достойное применение. Всем ровных петелек. С вами была Юлия и мой факультет рукоделия. Пока-пока. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok